Всем привет, друзья! Компания Doogee недавно выпустила свой смартфон защищенный S50. Это такая средняя моделька между S60, которая является премиальным, а также S30, который является среднеценовым или даже бюджетным смартфоном. В этом видео я вкратце вам дам понять, что это за телефон, а его полный обзор вы сможете увидеть уже через неделю на моем канале. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, и давайте посмотрим, что это за зверь. Итак, прежде всего, отличий по цене между Doogee S50 и Doogee S60 нет. В принципе, по параметрам они тоже очень сильно похожи. Работает он на процессоре Helio P25, это 8-ядерник с частотой 2 с лишним ГГц. Эта моделька у меня как бы в премиум комплектации, здесь 6 ГБ оперативки и 128 ГБ постоянной памяти. Есть версия еще 6,64, но там тоже есть свой небольшой косячок. В прошивке, как может помнить, когда-то в Windows XP была такая штука, что она не распознавала больше 3 ГБ оперативной памяти. То есть она просто не показывала и не работала с ними. Так вот, в Doogee S50 та же история. В модели 6,64 показывается, что оперативки только 4 ГБ. Но ее там как бы стоит 6, и на сайте производителя это все расписано. Пока что непонятно, почему так. Посмотрим, может с обновлениями это поправит, и будут работать все 6 ГБ. А может они и работают, просто не отображаются. Пока что это непонятно. И конечно же, самое главное ощущение, когда вы достаете телефон из коробки, это тактильное ощущение. Именно ваши руки и скажут вам, достоин ли этот аппарат вашего внимания, и будете ли вы им вообще пользоваться. Как по мне, то Doogee S50 довольно неплохого качества сборки. У меня, конечно, вызывает сомнения металлическая боковушка, которая крашена в черный цвет. Но это касается не только этой модели, это касается очень многих смартфонов подобного защищенного сегмента. Задняя часть полностью прорезинена, и это очень приятно. Ощущается, что резина здесь достаточно хороший слой. Ощущается, что при падениях она, конечно, повредится, но ничего страшного не должно случиться с этим телефоном у вас. Есть полностью черная версия, а есть черная с оранжевыми вставками. Вставок этих настолько мало, что их в принципе не заметно. Спереди на дисплее две рамочки, сзади у нас только вот эта вот полосочка возле камеры вспышки, ну и на торцах такие вот небольшие полосочки в количестве трех штук с каждой стороны. Вот и все. Телефон смотрится неплохо, согласен. Он тоньше, чем Doogee S60, он немножко удобнее сидит в руке, но его дизайн очень быстро надоедает, и настолько сильно приедается, что уже после нескольких дней работы с этой моделью, я понял, что он мне реально уже перестает нравиться. Не знаю почему, он просто какой-то никакой. Да, сюда понапихивали две задние камеры, две фронтальные камеры, но по сути это та же технология, что и во всех китайцах. Работает здесь только одна камера, как сзади, так и спереди, а эффект боке здесь делается программно, причем делается очень криво. В общем, не будем о камерах. Камера в принципе неплохого качества, но она здесь одна, и стоит это понимать. Не застряйте внимание на том, что здесь двойной модуль камеры, их здесь нет. Я понимаю, что это смартфон защищенный, и не может он быть в принципе безрамочным. Здесь рамки очень толстые, и мне они не особо-то и нравятся. Но для того, чтобы пользоваться телефоном в любых ситуациях экстремальных, я думаю, эти рамки как раз-таки и нужны, потому что они дают дополнительную жесткость корпусу, и при падениях телефон все-таки более крепкий, чем если был бы безрамочным, к примеру. В целом, я скажу так, этот телефон как телефон. Он не вызывает каких-то особо приятных, там, чрезвычайно крутых эмоций и ощущений. Нет, это обычный защищенный телефон. Пока что протестировать я его, конечно же, не смогу, но судя по материалам корпуса и по сборке, телефон неплохо защищен, действительно. Есть небольшой выступ рамочки над дисплеем, что в принципе может немножко его уберечь, если он упадет экранчиком вниз на какую-нибудь плитку. Но если он упадет на какой-нибудь камушек, даже маленький, то, скорее всего, стекло здесь особо-то и не выдержит удара. Потому что здесь стоит, по-моему, Gorilla Glass 4 или 5 поколения. Но, как показывает практика, это просто красивое название. Если он упадет с полутора метров у вас или двух метров на бетон, то вряд ли его что-либо спасет в этой жизни. И, кстати, дисплей это самое большое разочарование моё в этом телефоне. В полном обзоре я, конечно, более подробно об этом расскажу. Но, скажу так, такое ощущение, что здесь отклик матрицы 10 миллисекунд или даже больше. Потому что здесь не то, чтобы желейкообразная картинка, здесь оно просто, ну, не какущее. Вроде бы этот телефон не за 300 баксов, а за 50 или 60. Матрица очень сильно оставляет следы после белых каких-то изображений. Вот если менюшку вот так открыть и вот так вот поделать, ну, это всё я вам покажу на подробном обзоре, то после белых элементов очень большой шлейф остаётся. Вроде комета пролетает. Вот действительно. И причём скорость работы самого телефона тоже, как бы, момент не из самых приятных. Каких-то особых проблем или недостатков телефона я не заметил. По крайней мере, первое ощущение было очень приятное. Но потом уже к вечеру первого же дня использования я начал понимать, что этот телефон мне, в принципе, не интересен. И, как бы, работать с ним больше мне не хочется. Но всё равно я хочу сделать обзор этого телефона, потому что многие из вас писали в комментариях, что хотят обзор этого телефона посмотреть. И уже в кратчайшие строки, в ближайшее время, я выложу для вас полный обзор. Там будут и примеры фотографий, и примеры того, как работает матрица. Всё-всё-всё, что вам нужно будет, вы увидите в этом полном обзоре. У меня есть, что рассказать вам по поводу внешнего динамика, по поводу камер, по поводу дисплея. Вы, в принципе, и так уже много чего поняли, но более подробно я расскажу вам об этом всём ещё попозже. Друзья, у меня есть, что рассказать вам о динамике, о камерах, о скорости работы телефона, о том, что у него даже есть распознавание лица, то есть информация есть, много чего интересного, я вам хочется об этом рассказать и показать на практике, но это всё в полном обзоре. Ну, на сегодня это всё. Спасибо, что посмотрели мой первый взгляд на смартфон Doogee S50. Если вы хотите такой телефон и ожидаете полный обзор, то вы его обязательно дождётесь. Поэтому подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк под видео, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok